Музей имени Врубеля. Даже в момент открытия в декабре 1924 года, тогда еще картинной галереей, здесь были выставлены картины уже известных мастеров. Но нам разрешили провести небольшой эксперимент и в торжественном Врубелевском зале организовать небольшую выставку картин неизвестного современного художника. И пригласить искусствоведов, арт-терапевта и психолога. Мольберты на тонких детских ножках и на каждом умещается по две работы. Что скажут специалисты об этих рисунках и авторе этих линий и цветовых сочетаний? Очень мягкие впечатления на меня произвели вот картины, которые ближе к пейзажам, к природе, вот они мне как-то больше, самой мне по душе ближе. Они, то есть там не столько читается сюжет, да, сколько вот какая-то сама мягкая такая атмосфера передана, вот эта вот воздушность, легкость и само настроение, видимо, художника, оно очень так резонирует. Это хорошие детские работы. Это именно детские работы. Видно, что ребёнок пытается понять себя и понять мир через цвет и через линию. Это очень характерно для детского творчества, потому что, наверное, это один из основных способов познания для ребёнка. Преобразование окружающей среды в некое изображение. Я вот эту хочу работу выделить. Она привлекает внимание, безусловно. Все зрители за неё цепляются глаз, что называется. Вот как психолог, допустим, да, я могу видеть здесь вот эту самую концентрацию на каких-то вещах. Когда человек очень долго, вот о чём я говорила, когда человек очень долго, по много раз одно и то же передумывает, перемысливает, вот, в общем, фиксируется на каком-то моменте, на какой-то, может быть, мысли, не знаю, теме, проблеме, на чём угодно. Некоторые работы напоминают мне удивительные, драгоценные камни, которые можно поворачивать со всех сторон и видеть сложный мир, который бликует, переливается. Может быть, это галька, которая лежит на берегу озера или моря, и его, так сказать, волна покрывает своей водой, пенистой водой или луч солнца попадает. И вот это всё, вот этот удивительный мир. И тогда я думаю, что да, тот человек, который создавал это произведение, он имеет свой особый мир. Это правда, мир Вероники особый. И сама она тоже особенная. 13-летняя девочка начала рисовать ещё будучи малышкой. Но её первые рисунки почему-то не радовали маму. Когда мы стали заниматься с ней по всем параметрам, там, речь, моторика, ну, всё, что детям положено. И в том числе, конечно, рисование, начиная с пальчиковых вот этих вот красок, которые она не взлюбила сразу же. Она любила рисовать кисточкой, пальчики не любила. И всегда смотрела, что я рисовала. А я рисовала только тогда, когда я рисовала не с ней, а рядом. Поскольку я не художник, я раскрашивала раскраски. По моим представлениям, она должна была нарисовать, ну, научиться рисовать, что, допустим, туловище, глазки, клюв. А она начала рисовать лепёшки. Цветные, красивые, вот какие-то вот такие вот лепёшки. Я вначале терпеливо, ну, ладно, сейчас лепёшки, но потом-то будут ушки у зайки. Но потом-то что-то всё равно как-то обозначится. А вот нет ушки. И вот лепёшки, чем больше мне хотелось от неё какой-то, ну, какого-то вот образа, ну, хоть что-то, хоть что-то, голова и ножки, тем больше она, ну, как стеснялась и старалась рисовать вот на каких-то вот, каких-то этих. Ну, вот, и она начала рисовать всегда. Лишь позже мама Ольга обратила внимание на сходство дочкиных работ с картинами Кандинского. К тому времени ребёнок уже играл в театре «Параллельный мир». Театре совершенно чудесном, где занимаются дети с синдромом Дауна. Его создали Олег и Лариса Чичко. Театр из чистого эксперимента, превратившийся в любимца международных фестивалей, лауреата и победителя конкурсов, обладателя президентских грантов. Вот в такой коллектив, собранный по крупицам, людьми беззаветно влюблёнными в своё дело, и пришла Вероника Кузьмина. Ника занимается только третий год. И постепенно, постепенно, если она сначала пришла, вообще очень плохо говорила, она не фокусировала внимание своё. То есть её, чтобы сконцентрировать, на минуту даже было невозможно. Она всё время отвлекалась. А сейчас она научилась держать внимание. То есть на какое-то время она спокойно может провести сцену, отработать её, да, перейти в следующую сцену. Она видит партнёра, она начинает с ним взаимодействовать. То есть этот процесс очень медленный и очень постепенный. Эти дети сначала едва двигались по сцене, не понимая, чего от них хотят. Но позже зазвучала молитва экзюперии, и ещё через время они осилили диалоговый спектакль. А потом затанцевали в едином ритме так, как будто всю жизнь только этим и занимались. Музыкальный номер для нового спектакля родился на фестивале «Про театр». Там у нас был мастер-класс на барабанах. Я никогда не играла на барабанах, то есть никогда не отстукивала ритм. Олег там сидели ребята, то есть из других коллективов. ДЦП ребята сидели, причём серьёзная форма ДЦП. То есть когда очень сильно как бы спазмы какие-то вот телесные, мышечные, да. И ребята с таким удовольствием играли на барабанах. То есть как бы им говорят, о, классно, можно было бы как бы сделать вот такой вот номер. Потому что раньше Олег говорил о том, что вот когда мы кругом начинали только ходить, у нас не получалось, чтобы они ходили кругом. И он говорит, Лариса, они никогда не будут ходить кругом, потому что они живут в разных ритмах. Они не смогут держать один ритм. И вот здесь, на этом музыкальном номере, они держат этот ритм. Речь идёт о новом спектакле «Ангелы живут среди нас». В основу этой постановки легли рисунки Вики Кузьминой. Хотелось сделать с малышами какой-нибудь светлый, красивый, хороший спектакль. И как раз шла программа «Голос», и Алиса Кожикина спела песню «Белые ангелы». И мне захотелось узнать, как наши ребята представляют ангелов. Нарисовали все по-разному. Кто-то нарисовал более такие стандартные вещи, что вот ангел с крылышками. Я понимаю, что это навязанный образ. Это другие представили, нарисовали, и вы видите тоже так. А Вероника нарисовала, как мама говорит, лепёшки. Они похожи на медицинские капсулы. Верх розовый, низ синий. И Ольга Александровна спрашивает, это что? Она говорит, ангелы. Где ангелы? И тогда она взяла и подписала каждый, что у ангелов есть ещё и имена. В общем, они меня заворожили, и я решил, что вот это должно быть основой спектакля. На это всё нужно делать. И когда мы делали Эбру с художником, я просил, чтобы именно мотивы рисунков Вероники были в этой живописи. Когда мы с ребятами расписывали их рубашки техникой батик, я просил, чтобы тоже мотивы, цвета или именно сердечки были на этих рубахах. Это всё от Олега Васильевича. Он увидел, он узнал, у него там что-то там работало. Он мне впервые там показал сценарий. Я вообще не могла связать вначале эти вот рисунки и вот его вот этот сценарий. То есть для меня нужно было время, чтобы всё вот это вот как бы понять, связать, что откуда выросло. В этом спектакле «Ангелы живут среди нас» у нас присутствуют другие коллективы. И мы объединили наших детей, скажем, с особенностями развития, и детей, так называемых, норма. И они вместе работают на спектакле. Мне нравится то, что ребята, которые пришли, они прониклись чувством к нашим ребятишкам. И они помогают, поддерживают. Они стремятся помочь, когда происходит какая-то заминка. А мы ждём, у нас есть уже терпение, мы воспитали себя. Мы ждём, когда ребята сами выпутаются из сложившейся ситуации. А те помогают, да? Они стремятся помочь, я пойду помогу, я, дайте, дайте, подожди. Когда во время премьеры у Андрюшки запутались шарики в номере, стоит рядом со мной Рита, она из танцевального коллектива «Непоседы», говорит, Лариса Петровна, можно я выбегу, я ему помогу? Я говорю, подожди, пусть сам маленечко попробует. Она, Лариса Петровна, ну что-то у него сильнее всё запутывается, можно я выбегу? Я говорю, подожди, пусть ещё сам попробует распутаться. Лариса Петровна, я говорю, всё, иди. И она побежала и стала ему прямо в характере, она ему помогла, он не выбился. А он вот в своём ангеле, в этом характере, он подождал, когда ему всё помогут, всё сделала, она убежала и всё, и номер дальше пошёл. Спектакль поднимает тему сложную и тяжёлую. В нём звучат отрывки из писем детей-самоубийц, мысли о взаимоотношениях детей и родителей. И главная идея – все дети-ангелы, они живут среди нас. Хотя в реальной жизни каждый человек представляет ангелов по-своему. В моём понимании есть нечто, что мы называем ангелами, которое сопровождает человека. Есть какая-то сила, есть какая-то… Ну, в моём представлении это какой-то луч. Вот я реально представляю, что это какой-то луч. Не существо с руками, ногами или ещё что-то, а луч, который может увеличиваться в размерах, уменьшаться, который всегда человека сопровождает. Когда знаю, что моим детям или мужу или что-то такое, какие-то вот такие сложности в жизни, сложный день, сложная ещё что-то, сложная встреча. Или нежелательная встреча. Или кого-то нет долго дома, я волнуюсь. И я его в свой луч одеваю, защищаю. Я считаю, да, что ангелы существуют, вот, потому что они разные. Есть ангелы, которые тебя ведут на протяжении всей твоей жизни, и они тебя защищают. У каждого свой ангел. Он по-своему выглядит. Не помню автора, у него есть хороший рассказ о взрослых и детях. Вы наверху, а мы внизу. И чтобы нас понять, нужно почаще наклониться. Олег Чичко сумел наклониться и заинтересоваться. Ангелы маленькой Вероники помогли большому режиссёру создать спектакль. Рисунки – её способ общения с миром, её письма и телеграммы, её ангельские послания. Может быть, даже из-за того, что Нике сложно говорить, она разговаривает, но понять её сложно. И она пытается какую-то информацию передать через вот эти рисунки. Она доверилась мне, потому что она нарисовала для меня рисунок, назвала «Песня», и мама попросила передать. Зачем? Он поймёт. Зачем?